Метавселенная является правоприемницей современного мобильного интернета. Это интернет, который будет намного более захватывающим, возможно, более социальным, намного более привлекательным, более 3D. Таким образом, получается, что интернет в некотором смысле будет окружать нас повсюду, отрываясь от наших телефонов, наших рабочих столов. Метавселенная будет предлагать, по крайней мере, в том виде, в каком мы ее определяем, скажем, Web 3.0. Это будет мир, который станет более цельным. Это даст больше возможностей для получения гораздо более качественных впечатлений, гораздо более захватывающих впечатлений. Для достижения этой цели необходимо задействовать множество различных технологий. Вы знаете, что это возможно благодаря множеству различных технологий. Очевидно, что искусственный интеллект, который сейчас очень популярен, является частью будущего развития интернета. R и VR, 5G, 6G, облачные вычисления, передовые технологии. Возможно, также присутствует элемент блокчейна. Так что да, именно так мы будем воспринимать будущее состояние интернета. Для меня это часть первоначальной идеи и концепции того, как мы можем сделать мир более захватывающим. Я с гордостью сообщаю, что с сегодняшнего дня наша компания становится мета. Марк Цукерберг сделал это заявление в конце 2021 года, заявив, что его компания теперь будет. Цукерберг — сначала метавселенная, а не Facebook. И другие крупные бренды и компании присоединились к вечеринке в метавселенной. Модные бренды, такие как Nike и Gucci, создали виртуальный опыт, позволяющий покупателям познакомиться с их историей, продуктами и дизайном. Walmart создала виртуальный мир под названием Walmart Land, где люди могут играть в игры, посещать концерты и покупать виртуальные товары для своих аватаров. Но некоторые люди утверждают, что метавселенной еще предстоит пройти долгий путь. Вы знаете, несмотря на то, что мне не всегда нравится видеть заголовки, возвещающие о гибели метавселенной, я понимаю, что это было чрезмерно распространено. Я думаю, что важно понимать, что особенно для молодого поколения, для поколения Z, но в большей степени для поколения Альфа. Все, что происходит в этих виртуальных пространствах, по-прежнему очень реально, не так ли? То, что это происходит в Fortnite, не делает это менее реальным для них. Это очень реально. Это континуум пространств, в которых они обитают, который может быть виртуальным и физическим миром. Друзья и отношения, которые они создают, настоящие. Для многих из нас, работающих в этой отрасли, важно также убедиться, что мы объясняем людям, что это долгосрочное видение. Это долгосрочная игра. У нас есть еще кое-что. В метавселенной есть несколько известных компаний, которые ведут долгосрочную деятельность. В июне 2023 года Apple представила свой долгожданный продукт. Team Cook Vision Pro. Выпуск гарнитуры смешанной реальности запланирован на начало 2024 года. Технический сайт The Verge продемонстрировал ее и назвал. Это лучшая из возможных версий гарнитуры виртуальной реальности. Также в 2023 году BMW открыла то, что она называет первым в мире виртуальным заводом. Цифровым двойником завода, на котором она может запускать симуляцию, прежде чем фактически открыть реальный физический завод. BMW сделала это используя платформу Omniverse от Nvidia, которую ее генеральный директор сравнил с Metaverse. Epic Games, разработчики чрезвычайно популярной игры Fortnite, также глубоко инвестировали в Metaverse, собрав 2 миллиарда долларов для продвижения видения компании по созданию Metaverse. LEGO Group, которая объявила о партнерстве с Epic Games в области метавселенной, также настроена оптимистично в отношении пространства метавселенной. Голдин, во-первых, я не думаю, что метавселенная будет представлять собой только одну платформу. Я думаю, что метавселенная, по крайней мере, на мой взгляд, должна быть независимой от платформы. Я думаю, что это преимущество заключается в том, что она фактически не зависит от конкретной платформы. Он будет использоваться в различных технологиях, и он должен быть совместимым. И я думаю, что это будет способствовать тому, что люди смогут беспрепятственно перемещаться по опыту в метавселенной, а не быть фактически изолированными на одной конкретной платформе. Независимо от того, идет ли речь о Роблокс, Фортнайт, Омниверс от Нвидия, а также о гарнитуре Мета или Эппл, или о чем-то совершенно другом Существует множество различных направлений развития метавселенной И в этом суть, поскольку технологии интернет и то, как мы используем и то и другое, каждый из них эволюционирует Это так просто не пройдет Интернет будет продолжать развиваться Аппаратное обеспечение будет развиваться дальше, чем наши телефоны, с наступлением постсмартфонного будущего Новые носимые устройства потенциально откроют для нас новые способы взаимодействия с интернетом Это все те вещи, на которые бренды обращают свой взор в сторону горизонта И так, да, долгосрочная ценность заключается в том, что события развиваются быстро, технологии сближаются